Поражение не добавляет, конечно, положительных эмоций, хотя мы понимали, что Лудогорец это серьезный оппонент. И мы готовились серьезнейшим образом. В принципе, у нас не было недостатка информации по сопернику с учетом уже проведенного первого раунда. Их в противостоянии с Динамо Батуми плюс матч чемпионате с ЦСКА Софийским. Поэтому в целом то, к чему мы готовились и ту картинку, которую мы представляли именно с точки зрения стартового состава, стилистики игры, мы это сегодня и увидели в принципе на футбольном поле. Вопрос самый главный состоял в том, как мы проведем этот матч, какую мы выберем стратегию на этот матч для того, чтобы каким-то образом оказать хорошее сопротивление серьезное сопернику. И постараться все-таки предложить свои козыри, которые бы принесли нам определенные дивиденды. К сожалению, этого не получилось. Я в целом доволен сегодня тем рисунком игры, который мы продемонстрировали. Мы не отсиживались в обороне, мы не давали сопернику больше отрезок матча, скажем так, свободно действовать на мяче. Но, как часто бывает в таких ситуациях, начало матча вроде было за нами, контроль мяча за нами. Мы прессинговать начали с первых минут и активно это делали. Соперник где-то даже поначалу немножко и подрастерялся в этом отношении. Но гол пришел, как говорится, в самый нужный момент для соперника. И нас каким-то образом немножко так поверг в шок, потому что он не вытекал из логики игры. Но исполнительское мастерство никуда не денется от игроков атаки соперника. Поэтому хороший удар с правой ноги, хлестки. И, к сожалению, Федор не смог среагировать на этот удар. Затем нужно было дальше играть. Это только начало матча 1-0. И понятно, что нужно было продолжать играть. Потому что 1-0 это еще вся борьба впереди. И здесь вот в концовке первого тайма часто так бывает, что важно вот довести до... При результате даже 0-1 надо было тайм доиграть для того, чтобы немножко передохнуть. Внести какие-то коррективы. Ребята немножко подрегулировать, скажем так, с точки зрения их действий на футбольном поле. Чтобы выйти на второй тайм и уже постараться все-таки найти реализацию своих моментов. Но ошибка при выходе из обороны, к сожалению, случилась. Неправильно действовали мы в этой ситуации. И, как говорится, подсунули этот мяч в середину. И пошла разрезающая передача. Естественно, как следствие нарушения правил 11-метровой. 0-2. И гол в раздевалку, конечно, он не добавил нам положительных эмоций. Благо, что ребята во втором тайме удержали структуру игры. Не стали мы, скажем так, 2-0. И понятно, что это еще не приговор, как говорится, в двухраундовом противостоянии. Важно было все-таки постараться найти момент для того, чтобы забить этот гол один хотя бы. Потому что он бы во многом, конечно, менял бы немножко стратегию ответного поединка. Но так, скажу, что, в принципе, я командой доволен по движению, по заряженности на матч, по единоборствам, по прессингу в определенные моменты игры, где мы активно действовали. Те ребята, которые вышли на замену, также придали динамике игре. Но, еще раз говорю, футбол тем и прекрасен, что можно быть довольными какими-то компонентами игры, но при этом не добиваться результата. Ну и, конечно, надо все-таки... Мы провели уже 5 таймов с учетом первого раунда и забили только один гол с 11-метрового. Хотя имели моменты и сегодня были моменты, хорошие предпосылки, чтобы все-таки забить с игры. Но, к сожалению, пока не получается. Будем надеяться, что в ответном матче все-таки мы хорошо восстановимся, правильно проанализируем прошедший матч. И в какой-то степени постараемся отыграть этот гандигап на 0-2, для того, чтобы все-таки продолжить борьбу в следующем раунде. Довольно много желтых карточек сегодня увидела наша команда. В результате один пик из Сергея Галитеевича пропускает следующий матч. Будет ли это большой проблемой с учетом ответа на наши ответы? По потере любого футболиста это для нас определенная проблема, потому что понятно, что это боевые единицы. Сергей капитан команды, поэтому, конечно, потеря Сергея в центре обороны для нас существенная проблема. Но благо у нас есть Калинин, Влад, Паша Петенок. Подумаем мы за эту неделю, кому как сыграть в ответ на матч и кому доверить место в стартовом составе. А что касается Вадима Пигаса, я думаю, что здесь мы найдем, каким образом закрыть эту позицию. Тот же и Владислав Калинин может сработать, и Артем Быков может сработать. Поэтому в этом отношении будем искать из наших внутренних резервов оптимальное сочетание на ответный матч. Довольно много проводила команда во втором тайме, особенно в концовке. Проверили ли вы в перерыве какие-то переустановки, что-то сказали ребятам? Я попросил ребятам ни в коем случае не сбиваться на игру примитивную. Я имею в виду с точки зрения удлинять только вперед. Потому что все равно в голове был план для того, чтобы выпустить и второго нападающего Альфреда, который умеет хорошо бороться на втором этаже, цепляться за мячи. Ну, плюс Мельниченко в целом хороший объем работы проделал. Поэтому, перейдя на систему 4-4-2 уже с выходом Альфреда на футбольное поле, естественно, мы чуть больше давления стали оказывать на защитную линию соперника. И стали у нас появляться хорошие моменты. Но, еще раз говорю, какой-то завершающий удар плотный, какая-то передача может быть, где бы вывели мы на конкретный удар в створ ворот. Вот такого чуть-чуть нам в этом плане не хватает. Вот это чуть-чуть, это и есть мастерство. Поэтому надо работать, надо улучшать реализацию моментов и создание этих голевых ситуаций. Вот поэтому будем работать эту неделю для того, чтобы в ответном матче все-таки сохранить интригу. Сложилось впечатление, что в конце игры соперник Лудогориц играл на удержание счета. Было у тебя время неудивлено пока? Нет, неудивлено. Лудогориц – опытная команда. Поэтому та уверенность, которая исходит от них в игре. Ну, 2-0 – домашний матч. То есть команда, понятно, тоже понимает, что не пропустив и введя в счете 2-0, у них еще появляются шансы в своей контратакующей манере действовать с учетом произведенных также замен тренером оппонентов. Вот он выпускал быстрых футболистов. И нам было очень важно не пропустить какую-то контратаку быструю для того, чтобы все-таки, еще раз говорю, хотя бы не пропустить больше и постараться все-таки забить. Ну, забить не получилось, но, слава богу, и не пропустили. Поэтому еще раз хочу сказать о том, что 0-2 остается каким-то у нас определенным, скажем, шансом для того, чтобы побороться в ответном матче. А то, что команда контролировала мяч и не форсировала, скажем так, события уже в концовке матча, ну, это и есть опытная команда, которая может спокойно довести, скажем так, сложившийся результат в пользу их до логического завершения, то есть сам матч довести. Поэтому я могу сказать, что это опытная команда, которая играла последние годы в групповых стадиях Еврокубков различных. Вот поэтому я думаю, что с этим, с опытом связано то, что они довели, так скажем так, не дали нам возможность забить.